Добрый день, уважаемый зритель! Меня зовут Власов Николай, я являюсь руководителем предприятия по производству спецтехники. Сегодня мы с вами проведем небольшой итог за период марта 2022 года, марта 2023 года. Что было сделано, какие были внесены изменения, доработки в конструкцию погрузчика АТ-350. Но прежде чем приступить к подробному обзору, хочу познакомить вас с нашим коллективом, коллективом-профессионалом, которые дают идеи, которые вдохновляют на изготовление спецтехники. Сейчас мы переходим к подробному обзору погрузчика АТ-350 с буковкой М. Данный погрузчик – это результат эксплуатации, обратной связи от клиентов, от заказчиков, покупателей, в которые мы внедрили все пожелания, то, что проверено временем и показало себя на практике. Основное отличие от погрузчика АТ-350 – это то, что мы перенесли двигатель ДВС из средней части погрузчика на заднюю часть погрузчика. Перенос двигателя обеспечил лучшую развесовку погрузчика, обеспечил легкость проведения техобслуживания при замене воздушного фильтра, топливного фильтра, при замене свечей. Также можно проводить внешний осмотр. Кроме того, что мы сделали откидное сидение, дополнительно мы переработали и по новой сконструировали пол. И теперь он несет функцию не только опоры для ног, но в том числе и выполняет функцию как капот, что сейчас мы вам и продемонстрируем. Открываем и получаем свободный доступ к внутреннему пространству. Здесь у нас на данной модели, данная модель идет в максимальном исполнении, установлен генератор дополнительно, также установлен аккумулятор на 40 Ач. На все модели погрузчиков мы устанавливаем двухсекционные насосы. Одна секция насоса идет на движение, одна секция насоса идет на работу навесным и дополнительным оборудованием. При передвижении, при транспортировке, когда не требуется работа навесным оборудованием, стрелой, мы можем переключить одну секцию насоса на движение. Тем самым мы увеличиваем поток и увеличиваем скорость передвижения данным рычагом. По опыту эксплуатации мы стали ставить баки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Также мы в баке монтируем датчик уровня топлива, топливный кран. Устанавливая баки 20 литров, мы повышаем ресурсность двигателя и время его работы. Переместились на эту сторону погрузчика. Здесь у нас стоит увеличенный радиатор охлаждения с большим вентилятором диаметром около 250 мм. Также на уличную часть мы монтируем фильтр гидравлического масла для удобства его обслуживания. И на данной модели мы установили сюда бачок жидкости омывайки. А теперь рассмотрим расположение элементов управления в кабине. Регулируем сидение как нам удобно. Присаживаемся. Здесь у нас находится слева направо манометр гидравлической системы, табло уровня топлива, ручки управления погрузчиком движения вперед-назад. В центральной части у нас расположена USB розетка, замок зажигания, элементы освещения, радиатор охлаждения, подогрев ручек, кнопка гудок и 12-ти вольтовая розетка, которая расположена на стреле. В правой части у нас рычаги управления стрелой, наклон ковша, подъем-опускание стрелы, управление БРС-кой передней, подъем-опускание кузова и управление задним БРС-ом. В правой части у нас расположен трехходовой кран, он нужен для управления скоростью движения погрузчика. Снизу у нас расположена 12-ти вольтовая розетка для элементов питания. Внизу дроссель, который регулирует скорость поднятия, опускания кузова. С левой части у нас предохранительный клапан, который нужен для предотвращения разрушения системы и также сброса давления. И у нас в ногах расположена педаль газа. Следующим элементом, к которым хотелось бы перейти, это стрела нашего погрузчика. По все шарнировые узлы и элементы у нас установлены бронзовые втулки с каналами для смазки, которые смазка смазана через стовотницы, установлены данные пальцы. Пальцы у нас проходят обязательную термообработку, тем самым мы повышаем ресурс данного изделия. Александр, поднимите, пожалуйста, стрелу. Сейчас Александр нам покажет, продемонстрирует работу повторителя. Если вы обратили внимание, то положение ковша, какое было внизу и какое сейчас наверху, оно не поменяло свое положение. То есть повторитель у нас справляется с своей функцией и назначением. Александр, опустите стрелу. Вы это можете наблюдать. То есть на нашем погрузчике груз, выставленный по определенному углу, находится всегда в данном положении. Переодвигаемся дальше по стреле. Видим, здесь установлен узел БРС и розетка для дополнительного питания. Александр, поднимите чуть повыше. Да, все. Основные изменения коснулись также монтажной плиты. Были усилены места крепления монтажной плиты с навесным оборудованием. Увеличили размер фиксаторов, то есть они стали более усиленные. Кроме этого, увеличилась площадь самой монтажной плиты, площадь соприкасания с навесным оборудованием. На навесном оборудовании мы стали дополнительно устанавливать центраторы, что ускорило время замены навесного оборудования. В целях безопасности при проведении ремонтных работ, при проведении техобслуживания, когда стрела поднята и находится в верхнем положении, нами предусмотрен упор, который гарантирует, что стрела самопроизвольно не опустится, что сейчас мы и продемонстрируем. Александр. Поднимаем стрелу до упора, заводим упор и опускаем стрелу на упор. Тем самым мы гарантируем безопасность проведения работ. А что же там у нас внутри? Как устроен погрузчик? Переходим к подробному описанию трансмиссии погрузчика. Под капотное пространство сейчас мы стали закрывать капотом, который защищает цепи и звездочки от посторонних предметов пыли, грязи. Тем самым мы повысили ресурс. Также хотелось отметить, что все цепи и звездочки у нас находятся внутри корпуса и не подвержены внешним загрязнениям. Также мы здесь видим установлен щуп для контроля уровня масла гидробака. Чтобы это все увидеть своими глазами, давайте откроем капот и приступим. Переходим к нашей трансмиссии. Что здесь установлено? Трансмиссия состоит из двух моторов МГП, которые отвечают за каждую из своих сторон. Через цепную передачу передается движение на оси колес. Оси колес, звездочки приводные. Цепи по результатам эксплуатации стали устанавливать усиленные импортные цепи, которые себя прекрасно зарекомендовали в работе. Звездочки сейчас начали делать цельными, не сварными. То есть из цельного металла. Дополнительно для того, чтобы повысить их срок службы, проводим термообработку ТВЧ. Оси колес, на которые установлены звездочки, тоже изготавливаны своими силами. Берется металл, обрабатывается, термообрабатывается. И мы получаем в целом узел, который позволяет работать погрузчику более долгое время без проведения каких-либо ремонтных работ. В подкапотном пространстве у нас установлен гидробак. Также здесь мы видим гидроцилин подъема кузова. После того, как мы переместили двигатель на заднюю часть, мы изменили конструктив кузова. То есть убрали ту ступеньку, полку, которая была ранее. И тем самым мы увеличили полезный объем кузова. В связи с этим мы установили более мощный гидроцилиндр. Подведем небольшой итог. Погрузчик Т350М является универсальной многофункциональной техникой. Благодаря разному навесному оборудованию он может и работает в разных климатических условиях. Эксплуатируется в Крыму, в Симферополе. То есть от Крыма и до Приморского края. Что показывает его надежность, его функциональность. И то, что он облегчает работу и прекрасно справляется со своим назначением. Также хотелось бы еще отметить, что кроме стандартного оборудования, мы также можем устанавливать и дополнительное оборудование. Как на примере данного погрузчика, по заказу клиента было установлено лобовое стекло с электростеклоочистителем и омывателем. А также была установлена мягкая кабина, которая позволяет на погрузчике работать в непогоду. Когда погодные условия неблагоприятны для работы без кабины. Ну вот, в общем, рассказали об особенностях конструкции, об изменениях, которые мы внесли в данную модель погрузчика. Если у вас остались вопросы, предложения, прошу задавайте. Всегда рады ответить и дать подробную информацию. Спасибо вам за внимание!